Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, и, вы знаете, вот у меня случилось такое впечатление, что вы себя постоянно пересиливаете в как-то, то есть вот вы родили первого ребёнка, вы молодец, что родили первого ребёнка, но вы тут же говорите о том, что он вам очень тяжело психологически даст. То есть вы говорите о том, что вот я не чувствовала себя свободно и так далее. И, в общем и целом, я вас понимаю очень хорошо, я могу понять вас, но давайте подумаем. Подумаем так. Если вы чувствуете, что второй ребёнок по сути дела повторяет историю, которую вы уже прошли, если вы чувствуете, что ребёнок повторяет эту историю, которую вы прошли, то возникает логичный вопрос. Зачем? Зачем вы наступаете на ответ за грабли? То есть здесь, на мой взгляд, всё довольно логично. Здесь, на мой взгляд, вы довольно правильно рассуждаете. Действительно, зачем? Зачем наступать на одни и те же грабли второй раз, например? Если вы чувствуете, что вам не нравится, если вы чувствуете, что ребёнок для вас это в большей степени что-то такое тяжёлое, если вы чувствуете, что ребёнок для вас это что-то такое, с чем вы не можете справиться и так далее, то здесь, на мой взгляд, необходимо подумать именно об этом. Для чего вам вообще тогда дети? С какой целью вы рожали ребёнка? Первое. Зачем вы себя постоянно как бы превозмогаете? Для чего вы постоянно себя пересиливаете? Какая сила, какие же желания, в том числе и, видимо, желания не совсем ваши? То есть, если вы соглашаетесь на несвободу, значит, вы готовы пойти на жертву. Если вы готовы пойти на жертву, то это чем-то должно быть обусловлено. Ваша потребность, ваше стремление идти на жертву. Вот вопрос. Чем? Чем обусловлено и зачем вы идёте на подобные жертвы? Для чего? Это первый и важный вопрос. Важный этот вопрос именно потому, что вы сейчас действуете, ну, на мой взгляд, несколько неосознанно. То есть, вы действуете так, что вот я должна родить за чем-то, для чего-то, я должна за чем-то родить ребёнка, несмотря на то, что он мне даётся тяжело. И первое, что вам нужно начать распутывать в клубок, это с того, а что вообще вам нужно. Чего вы вообще хотите во всей этой ситуации? Для чего вы родили ребёнка? Какие желания вы пытались реализовать? Чьи желания вы пытались реализовать? И почему? Почему желания эти, которые вы пытались реализовать, вы поставили привычек своих? Вот. Если вам, если вам несвобода, и если вы добровольно согласились на эту самую несвободу, да? И если к тому моменту, когда вы наконец-таки избавились от этой несвободы, когда наконец вы почувствовали, что этой несвободы больше нет у вас, вы всё равно опять, как бы снова, получается, хотите себя погрузить в эту несвободу. Вот возникает вопрос. Может быть вам, несмотря на то, что несвобода не нравится, несмотря на то, что она вам тяжела, несмотря на то, что вы не чувствуете, как вот вы говорите, принадлежности к себе, да? То есть к себе вы не принадлежите. Может быть вам эта несвобода чем-то нравится? Тогда. Вот какой интересный и важный момент получается. Если вам нравится ваша несвобода, то получается, что вы и привыкли жить адекватно только в несвободе. И вопрос заключается в том, что вы выберете. Жить в несвободе – это нормально, это абсолютно адекватная позиция. Многие люди выбирают жить в несвободе, и если они счастливы от этого, то никаких проблем нет. Либо вы всё-таки рискнёте шагнуть в свободу, но тогда это вызовет неодобрение чьё-то, неодобрение кого-то. И вот, собственно, вопрос к вам. Вопрос заключается в следующем. Готовы ли вы к этому неодобрению или нет? Боитесь ли вы этого неодобрения? Скорее всего, да. Вопрос в том, почему. Почему вы боитесь неодобрения? Вот в чём вопрос. Кто-то вас приучил опасаться этого самого неодобрения. Кто-то вас приучил всегда оглядываться в своём поведении на мнение других людей. Кто-то приучил вас ставить ваши желания, ваши потребности превыше своих. И вопрос заключается в том, кто это сделал, зачем и почему. И вот если вы сможете для себя этот момент увидеть, если вы сможете для себя эту ситуацию как бы раскрыть, если вы увидите эту ситуацию вот с этой как раз позиции, с какой вот я вам пытаюсь её донести, то вам, очень может быть, будет как раз таки понятно, как вам действовать дальше. Что вам делать дальше? Для чего вам ребёнок, какую цель вы преследуете, пытаясь стать ещё раз матерью, да? Далее. Мне тяжело это не свобода, то есть я уже сама не по себе, а с ребёнком, значит, подмышкой, так сказать. И я по улице, я уже осознаю, я на втором я уже осознаю, на что я иду, поэтому не могу, боюсь, боюсь, что моя психика не выдержит. Так, а если вы не чувствуете, что не готовы ко второму ребёнку, зачем же он вам тогда? Вот в чём вопрос. У вас вот это противоречие, понимаете? Ребёнок для вас, он необходим. По крайней мере, вы об этом говорите вот сейчас. Ребёнок не необходим. Вопрос в том, зачем он вам? Какая у него миссия? Какая у него функция у ребёнка? Что он должен вам дать? А потом вы захотите третьего. Очень может быть, что потом вы захотите третьего. А потом вы, может быть, ещё что-то захотите и будете так же призывать. Потому что вы руководствуетесь не своими желаниями. Вы руководствуетесь желаниями, скорее всего. Ну, как я уже сказал вам, других людей, да? Тех, кто вам внушил это. Далее, значит, вот у меня только развязались руки, и ребёнок становится самостоятельным. И опять на те же грабли наступать осознанно. Как-то всё запутанно. Я родил второго ребёнка, доглядывался на коляске и маленькие носки. Думал, какой он будет. Думаю о том, что у меня будет два счастья, а не одно. А вы-то сами, вы-то сами счастливы? чтобы, вот, говорить, ну, чтобы вот, ребёнка второго рожать? А вы были счастливы, когда первого ребёнка рожали? А как к этому, к идее второго ребёнка относится ваш муж, отец, первого малыша? Хочет ли он, чтобы у него был второй ребёнок? Как ребёнок, которому сейчас, значит, уже приличное количество лет относится к тому, что у него будет братчик и сестра? Вы с ними об этом разговаривали? Я думаю, что вам нужно учиться смотреть на свои желания критически. То есть, чего хотите вы, это одно. Чего хотят другие через вас, это другое. Но однозначно, желание нужно дифференцировать свои. Потому что иначе вы рискуете вот так вот себе не принадлежать. Другое дело, если вам нравится себе не принадлежать. Это вот вопрос совсем другого плана. Если вам нравится себе не принадлежать, это вопрос уже немножко другой. И я думаю, что если вам нравится себе не принадлежать, то ситуация здесь, она совсем другая в этом случае будет. Потому что в таком случае можно говорить о том, вот именно в таком случае можно говорить о том, что вы через ребёнка как бы снимаете с себя ответственность. Через ребёнка вы как бы избегаете её. И на мой взгляд это очень-очень плохо. Только вы избегаете ответственности, потому что это означает, что сами вы не готовы нести ответственность за себя. И вам в этом случае нужен кто-то, на кого бы вы смогли спроецировать ответственность. То есть лучше я буду нести ответственность за кого-то другого, чем за себя. Ну вот эта вот позиция, она лично мне не представляется правильной. Она мне представляется позицией избегания. А ребёнок в данном случае вообще выступает в качестве определённого средства, что совсем не является хорошо. Далее. Значит так. Ага. Но страх не даёт мне на это очень важное и ответственное дело пойти. А зачем идти на это дело? Мне 32, и я не хочу потом сожалеть, что как я не родила второго ребёнка. А почему вы должны сожалеть о том, что вы не родили второго ребёнка? Почему у вас вообще должна быть жалость по этому поводу? С чего вы должны жалеть-то вдруг? О том, что вы не родили второго ребёнка. Жалость, как правило, значит вы должны что-то сделать, но не сделать. Вы не должны нажать второго ребёнка. Это ваше право, но право и не нажать. А вы относитесь к этому так, как будто это ваша обязанность. Причём обязанность такая, ну обязанность такого характера, да, что вы прямо идёте на эту обязанность вообще не взирая там ни на что. Ну правда, это странно, это очень странно на самом деле. Поэтому я рекомендовал бы вам на эту тему как следует подумать. Потому что то, что вы говорите сейчас, то, что вы говорите, это, ну знаете, очень как-то вот неестественно. Да, то есть не так ребёнка люди хотят, не так ребёнка люди обычно заводят, ну не так, не в таком контексте, не через такой посыл. Понимаете, они заводят детей, если они хотят детей, они заводят детей всё-таки руководствуясь своими желаниями. Я хочу ребёнка, потому что я считаю, что как бы я вот всё себе дал, всего достиг, сам я реализовался во всём, значит, и собственно говоря, теперь, когда я сам во всём реализовался, я могу позволить себе, там, вот как раз ребёнка, да, я могу позволить себе как раз родить, я могу позволить себе вкладываться в, ну, в кого-то или во что-то, да, я могу вкладываться. А если, как вы говорите, у вас есть психологическая несвобода, то вам нельзя ребёнка пока. Вам надо самой дорасти сперва, вам нужно самой свои желания удовлетворить, вам нужно самой достичь каких-то вот, ну, определённых высос, определённых целей, определённых задач, определённых вершин. Реализоваться нужно, а вы этого, скорее всего, не сделали, да, вот, и вот только тогда уже будете думать, нужен вам ребёнок или нет, ещё один, ещё один. А пока, я думаю, лучше подождать и подумать вообще, откуда у вас всё-таки это вот желание возникло, потому что, ещё раз, повторяю, по моему мнению, то, что вы хотите ребёнку, выглядит точно неестественно, и ребёнок, по вашему мнению, должен выполнять определённую функцию, которую он вообще-то не должен, вот, а вам нужно подумать, чего вы хотите, и где ваше желание, где желание других, вот. На этом всё, пока что, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное в моём ответе, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...